В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 10 тысяч на детей и списание налогов предпринимателям. Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки россиян. Используйте безналичный расчет. Продлено действие просроченных банковских карт. Выход из самоизоляции. Как подготовиться к работе. Далее расскажем обо всем подробно. Владимир Путин отменил с 12 мая режим нерабочих дней. Для людей старше 65 лет все ограничительные санитарные меры сохраняются. Полномочия глав субъектов продлены. Каждый регион будет самостоятельно решать, когда ему выходить из самоизоляции. При этом решающее слово будет у врачей. Сохраняется запрет на массовые мероприятия. Также Владимир Путин озвучил ряд мер по поддержке граждан. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. С 3375 рублей до 6751 рубля. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребенковый месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. Кроме того, будут списаны полностью налоги и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также социально ориентированных НКО за второй квартал, кроме НДС. Самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году. С 1 июня запустят специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях. В группах канала 16 в социальных сетях мы запустили опрос. Считаете ли вы достаточными государственной мероподдержки в период пандемии? Заходите и голосуйте. Результат опроса озвучим в ближайших выпусках новостей. В связи с последними указаниями президента Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Что ждет нижегородцев в ближайшие недели? Какие предприятия могут открыться и на каких условиях? Расскажем далее. В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Постепенное снятие ограничений возможно во второй декаде мая. Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. Из нововведений с 13 мая обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах. Что касается возобновления работы предприятий, то точные даты пока не называют. Все организации классифицированы на пять групп в зависимости от санитарно-эпидемиологической опасности. Действительно предприятия при условии соблюдения каких-то требований дополнительных, в каждой отрасли они свои. Для примера, допустим, в ресторане должно быть не более стольки-то столов на 100 квадратных метров, не более стольки-то посетителей, не более двух клиентов за столом. При условии этих требований предприятие может переместиться в соответствующую группу по этим двум критериям и иметь возможность открыться. Что касается салонов красоты, парикмахерских, автомастерских и магазинов промтоваров, то они, возможно, смогут открыться только после установки видеокамер. Их нужно будет купить, установить и подключить к единой системе видеоаналитики. Она будет следить за соблюдением мер безопасности, наличием у работников средств индивидуальной защиты, расстоянием между клиентами, очередностью приема, проведением дезинфекции. У таких предприятий будет выбор, получить поддержку в связи с перестановкой деятельности или открыться, соблюдая все требования. То есть это не просто возложение на бизнес ответственности, покупайте камеры, давайте сигнал. Нет, мы поддержку тоже будем оказывать, но еще раз говорю, это по выбору организации, если она хочет, несколько раньше, чем в общем для всех отраслей мы можем себе это позволить, с учетом требований Роспотребнадзора начать работу, что мы предоставляем такую возможность. Нижегородские предприниматели, вынужденные приостановить работу, могут подать заявку на финансовую помощь на портале карты жителей Нижегородской области. Все ранее принятые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии сохранены. По словам заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, сейчас область находится на пике сболеваемости. В регионе за сутки подтверждено еще 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений более 5000. В Сарове уже два дня не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек выздоровело, еще один готовится к выписке. Выявлен один случай заражения в Саровской дивизии, но поскольку заболевший сейчас находится в Венесенске, в статистику нашего города он не вошел. Между тем, Саров готовится к постепенному снятию ограничений. Мы уже видим, что будут рассматриваться, городом уже начата эта работа. По рассмотрению заявок будут открываться постепенно магазины розничной торговли, которые торгуют не только продуктами питания и предметами первой необходимости, но и другая розничная торговля. Постепенно будут наращивать свои объемы работ промышленные предприятия. Постепенно будут разрешать людям выходить, гулять в более свободном режиме, но имеется в виду, что на более дальние расстояния, может быть, будут открыты парки и скверы. На этой неделе не будет работать общепит и парикмахерские, но заработали дежурные группы в каждом детском саду. Детей и воспитателей при входе проверяют. При наличии признаков вирусной инфекции в сад не допускают. Молодые семьи могут улучшить свои жилищные условия. До 26 мая КУМИ принимает заявление для включения в списки на получение выплат в 2021 году. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-51. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С этой недели в Нижегородской области начала работу горячая линия, на которую могут обращаться граждане, оставшиеся из-за коронавируса без работы. Звонки принимают по будням с 8 утра до 8 вечера по номеру 8 831 234 07 27. Специалисты центров занятости расскажут, как подать документы через портал «Работа в России», насколько увеличилось максимальное пособие по безработице, как получить областные компенсационные выплаты безработным и ответят на другие интересующие людей вопросы. Режим закрытых дверей в Нижегородских храмах снова продлили. На этот раз до конца мая. И это значит, что как минимум еще несколько недель на службы, кроме священников, будут допускать только сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. Как сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии, ограничения продлили из-за угрозы коронавируса. При поддержке правительства Нижегородской области для прихожан организованы онлайн-трансляции богослужений из Кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского. Оспорить решение налоговой службы теперь можно, не выходя из дома. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФНС сообщает российская газета. Все необходимые бланки размещены на официальном сайте ведомства. Напомним, ранее жалобы необходимо было оформлять непосредственно в налоговых инспекциях или направлять по почте. Новый порядок обжалований заработал в пилотном режиме с 1 мая. Пока что им могут воспользоваться только юрлицы и предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Алтай, Волгоградской и Нижегородской областей. А с 1 июля Федеральная налоговая служба начнет принимать жалобы на всей территории страны. Эпидемия коронавирусной инфекции изменила жизнь. Закрыты общественные места и крупные торговые центры. Но люди продолжают покупать продукты, предметы первой необходимости, оплачивать коммунальные платежи. Чтобы снизить риски заражения в магазинах, лучше расплачиваться бесконтактно. Без наличных платежей все прочнее входит в обиход россиян. В Нижегородской области в 2019 году совершено более 500 миллионов операций по оплате товаров и услуг платежными картами, что на 56% больше, чем годом ранее. Общая сумма таких операций в прошлом году составила 355 миллиардов рублей. 5 миллионов 600 тысяч платежных карт было выпущено в Нижегородской области к началу этого года. Увеличивается число организаций, которые принимают карты к оплате, в них появляются новые терминалы оплаты. К 1 января их в регионе было уже более 66 тысяч. Растут количество и объем безналичных платежей. Но что делать, если режим самоизоляции еще не снят, а срок действия карты заканчивается? Банк России рекомендовал кредитным организациям до 1 июля обеспечить возможность использования граждан платежных карт с уже истекшими сроками действия. Это позволит жителям пользоваться бесперебойно дистанционными способами оплаты и избежать необходимости похода в банковский офис в режиме самоизоляции. Многие кредитные организации уже продлили срок действия просроченных карт всех платежных систем. Другие еще работают над этим. Поэтому лучше заранее уточнить в своем банке, как там подошли к этому вопросу. Еще одно изменение коснулось карт национальной платежной системы «МИР». Согласно закону, до 1 июля этого года должен был завершиться перевод на карту «МИР» граждан, получающих пенсии на банковские карты. Однако, с учетом текущей ситуации, срок продлили на три месяца – до 1 октября. Таким образом, банки смогут перечислять пенсии на любые карты. И после 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в период действия режима самоизоляции приходить в офис банка. Что касается безналичных переводов, то Банк России с 1 мая 2020 года также отменил комиссию для граждан в системе быстрых платежей, если сумма не превышает 100 тысяч рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг к другу или между своими счетами, открытыми в разных банках, участниках системы быстрых платежей. Если сумма будет выше 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия банка не должна превышать 0,5% от суммы переведенных средств, но и не более полутора тысяч рублей за операцию. По мнению специалистов, все это даст людям возможность активнее использовать именно дистанционные и бесконтактные платежные инструменты, что в условиях вынужденных ограничительных мер не только удобнее, но и безопаснее. Елена Грицкова, Александр Мальков, служба новостей, Сарова, 24. По ножовщиной закончился вечер в саровской семье. Словесная перепалка между супругами быстро переросла в рукоприкладство. Муж не смог противостоять на теску разъяренной женщины. Она схватила кухонный нож и безжалостно вотнула его в мужчину. Супруг был не в состоянии вернуться от удара, который пришелся в правое предплечье. С ножом в теле мужчина сам пришел в приемный покой. Чем еще запомнилась в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Мошенники обманули пенсионерку почти на 400 тысяч рублей. Саровчанке неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и утверждали, что на нее был оформлен кредит. Гражданке поступали звонки с телефонных номеров, начинающихся с 495-499. Ей объяснили, что ее деньги могут быть переведены неизвестным лицам. Дабы обеспечить им безопасность, необходимо их перевести на резервный счет. В результате чего гражданка осуществила 20 переводов на мобильные номера по 10-15 тысяч рублей. Полицейские напоминают, что сотрудники банков звонят клиентам только в рекламных целях. Если по телефону сообщили, что ваши финансы в опасности, то прервите разговор и позвоните по номеру на обратной стороне вашей карты. Вы попадете в банк, где настоящие сотрудники учреждения дадут всю необходимую информацию. Правоохранители также напоминают жителям города, что стоит позаботиться о сохранности велосипедов. В лечной клетке, либо где-то под лечной клеткой имеется место для того, чтобы поставить. Где вот обычно у нас молодые мамы стоят коляски, там можно поставить свой велосипед, пристегнув его к удосточной трубе тросом, чтобы его каждый проходящий не мог взять и поехать. И в том случае можно ставить велосипед там, где в подъезде, допустим, оборудован видеокамерное наблюдение. Это всегда пугает злоумышленников. Надежнее хранить велосипед в квартире. В этом году сотрудники правопорядка уже зарегистрировали пять краж двухколесного транспорта. Лишь одного из злоумышленников удалось найти. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Что сейчас беспокоит вас больше всего? Об этом мы спросили горожан в группах канала 16 в социальных сетях. Самое большое волнение у саровчан вызывает экономическая ситуация в стране. На втором месте эпидемия коронавируса. Вариант «ничего не беспокоит» выбрали 23% опрошенных. Что-то другое тревожит 3% пользователей. Многие беспокоятся за свою адаптацию после самоизоляции. За полтора месяца дома у многих сбился режим. Нарушили социальные и коммуникативные навыки. О том, как минимизировать последствия сидения дома и подготовить себя к возвращению в нормальную жизнь, расскажем в следующем репортаже. Режим самоизоляции для многих не пройдет бесследно. Специалисты предупреждают о посттравматических расстройствах, которые появляются из-за долгого нахождения дома и использования социальных сетей. На фоне постоянного нервного напряжения и неопределенности могут развиться бессонница и эмоциональное истощение, активизироваться страхи. Сейчас обостряются очень страхи. И эти страхи, они такие, говоря терминологией нашей специалистов, трансгенерационные, то есть межпоколенческие. То есть некоторые видят там в полицейских, ну каких-то полицаев, да, вот как бы из прошлых времен. Кто-то там во врачах видит еще каких-то врачей, карательные, медицины и так далее, да. Я не знаю, там из сталинских времен, еще откуда. То есть вот эта глубинная память, она начинает активизироваться вот в таких условиях, ну достаточно жестких, когда мы в самоизоляции находимся. У некоторых людей страх в условиях пандемии перерастает в фобию. Она характеризуется паникой и подавленным состоянием. Может выражаться в навязчивых и избыточных мерах предосторожности. Человек скупает все медикаменты и продукты питания, обнаруживает у себя симптомы и мнимые боли. Могут быть обострения состояния людей, особенно очень чувствительных, особенно таких эмоционально лоббильных, с неустойчивой психикой. И, ну, может быть много обращений, ну, увеличиваться обращения к психологам, к психотерапевтам, к психиатрам в частности. Врачи призывают не расслабляться во время карантина, находить себе занятия вне телефона и компьютера. На удаленке организовывать рабочее место, как в офисе. Структурировать день под свои обычные трудовые будни и регулярно заниматься спортом. Благодаря таким действиям психики и организму человека будет легче вернуться в прежний режим. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова